Приветствую вас, Оксана. Смотрите, вы говорите первое всё. Ваш мужчина старше вас на 19 лет. Это очень большая разница в возрасте и, как правило, она свидетельствует об определенном перекосе в личном плане у человека. То есть, если мужчина старше вас на 19 лет, по сути, он может быть для вас отцом. Есть вероятность, что вы выбрали его для чувствовать себя своим ребенком. Ну, а у мужчины, соответственно, есть другой перекос в сторону того, чтобы быть отцом. И, как бы, это не отношение взрослых-взрослых, это отношение родителей-ребенок. Именно поэтому вы ругаетесь. Ругаетесь, я думаю, достаточно похоже на то, как устраивались отношения с вашими родителями. Нет, я, конечно, допускаю, что детско-родительские отношения ваши, Оксана, здесь не причем. Но в таком случае вряд ли бы вы ругались. Следующий момент. Ваши отношения, как вы говорите, подошли в тупик. Собственно, есть и описано достаточно хорошо в психологической литературе психологическая игра тупик. Когда человек, по большому счету, может быть подсознательно, может быть сознательно, полусознательно, как правило, создает такие обстоятельства в своей жизни, так вот организовывает свою деятельность, свой жизненный путь, что он приводит его вот к тупиковой истории, когда человеку кажется, что всё, вот в тупик я ничего сделать не могу. И здесь появляется как раз такое ощущение свободы, когда я могу с радостью перевозить ответственность на других людей. Ну, например, в данном случае вы это делаете, перекладывая ответственность на нас. Вы говорите, что мне делать, я не знаю и так далее. Вот. Из-за чего происходит психологическая игра тупик? Ну, во-первых, из-за негативного отношения к ответственности в целом. Во-вторых, из-за подспудного желания доказать что-то значимой фигуре в жизни человека. Я не знаю, кто это для вас, я просто говорю сейчас о том, как это работает. Так вот. Значит и для ощущения свободы. То есть вот это вот ощущение тупика, оно с одной стороны даёт ощущение безысходности, с другой стороны, даёт ощущение свободы. То есть теперь я могу делать наконец то, что я хочу. А вот теперь от меня ничего не зависит, я в тупике, я в тупике, я ничего не могу сделать. Вот. Ээээ... Это, крайне, деструктивная история, которая вам необходимо скорректировать. Дальше. Вы пишите о том, что, значит, постоянно ругается. Здесь присутствует другая психологическая игра, которая называется «Скандал». Про неё вы также можете почитать в интернете, как и про первую игру. И связана она со следующим. Во-первых, скандалят люди, потому что боятся эмоциональной близости. То есть скандал – это агрессия, агрессия – это защита. Защита нужна человеку тогда, когда появляется некая угроза. Вот что для вас представляет из себя угроза, что именно, и как, и чем вам угрожает, нужно выяснять. Именно на угрозу, а точнее, именно реакция на угрозу, а точнее, страх почувствовать себя беспомощным и определяет то, как вы себя ведёте. Это первое. Второе – это страх интимной близости. Потому что скандал в некотором роде заменяет секс, напряжение как бы разряжается таким образом, и секс уже как бы не нужен. Третье – это потребность в любви. Потому что скандал является, как правило, оральным поведением, а оральное поведение – это потребность в любви. Дальше. Скандал означает, что люди не находятся в контакте со своими переживаниями, не осознают их и привыкли свои чувства, во-первых, подавлять, чтобы потом лавинообразно выражать их, и во-вторых, выращать в виде обвинений, в виде негатива, в виде претензий. Здесь, с одной стороны, необходимо освоить бесконфликтное общение. Например, это техника ясообщений. Принцип амортизации. Вы можете почитать о нём в интернете. Я сейчас, наверное, не буду об этом говорить. Вот, психологический принцип амортизации. Это, с одной стороны, техника бесконфликтного общения. Ну, вообще, просто бесконфликтного общения. Этому вы можете научиться, кстати, и на терапии у специалистов. Вот, с другой стороны, это работа с собственными чувствами и их, как бы, осознавание и выработка навыка адекватно их выражать. Это, также, работа с личной ответственностью за эти чувства, за переживания и за себя, и за себя. То есть, видите, всё связано. Личная ответственность присутствует и здесь. Вот. Ну и, соответственно, последний вопрос, который вы задаёте. Не знаю, что мне делать, или уходить, или остаться. Не знаю, что мне делать, Оксана, чтобы что. Какая у вас цель, какая у вас цель, какие у вас ориентиры. Вот. Ну, а оставшиеся люди, я думаю, вы решите это сами. Я думаю, правда, вы способны сами это решить. Мишина, скорее всего, не изменится. Он, скорее всего, останется таким же. Он, скорее всего, будет вести себя так же, потому что он старше вас, на девятнадцать лет. Ему, как минимум, сложнее изменить себе что-то. Вот. И не совсем понятно, что вас в машине объединяет, что между вами общего. Какие у вас чувства? Если это любовь, то, ну, вы будете его принимать таким, как он есть. И, в общем-то, в вашей стране скандал не будет возможен. А значит, скандал и, в принципе, возможен не будет. Но он есть. Значит, к любви здесь примечены что-то еще. Примечены еще какие-то чувства. Вот. Их нужно отделить. И отделить от любви оставит только любовь. А эти потребности, которые приводят скандалы, удовлетворяются по-другому. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо.